И наконец-то мукбанг. Всем привет, с вами Айка. И сегодня, наконец-то, спустя 3 дня, или 3 или 4 дня, я не снимала для вас мукбанги. Скорее, наверное, 3. Сегодня у нас грузинские хинкали, только они жареные. Мне в комментариях писали, давай грузинские хинкали. Ну, просто они недавно были, поэтому я решила в этот раз жареные. Читала в комментариях, что девчонки из Грузии писали, что у них рецепт грузинских хинкали появился. После застолья, когда оставались на столе грузинские хинкали, уже сваренные и холодные, их просто решили обжаривать. И так появился рецепт жареных грузинских хинкали. Не знаю, насколько это правда. Пишите в комментариях. Ну, я просто в интернете увидела, решила приготовить, и мне очень понравилось. Жаренные на вкус абсолютно другие. Отличаются прям кардинально. Кстати, рецепт на грузинские хинкали обязательно оставлю в инфобоксе. Также обязательно оставлю ссылку на соус. По этому рецепту грузинские эти хинкали получаются невероятно вкусными. При долгой варте, самое главное, не разваливаются. В общем, вчера мы приехали из деревни. Сегодня выйдет первый влог из деревни, но их всего три. Так что видео будут потихоньку выходить. Первый влог, мне кажется, самый интересный получился. На второй день мы ехали на море. Я так обгорела, девочки. В инстаграме вам показала. Правда, в инстаграме камера съедает свет. Но я просто вчера еле заснула. Это было просто невероятно больно. Насчет цен. Пляж в районе стоит столько же, сколько у нас в городе. Я была, если честно, очень удивлена, что в супермаркетах у них продукты стоят дороже, чем у нас здесь. По идее, должно быть наоборот. Прямо несколько позиций было явно дороже. Но, возможно, это супермаркеты, в которые я зашла. Может, других там другие цены и так далее. Очень вкусно. Мой вам совет. Совет для чайников. Наверное, все об этом знают. Если вы едете на море без СПФ-крема, ни в коем случае. И засыпать на лежанке. Самая худшая идея, которая может прийти вам в голову. Я заснула на полтора часа на лежанке. И я просто сгорела. Третий день подряд у меня прям мурашки по телу. Все тело жжет. Это просто нечто. Причем солнышко было не прям палящее такое. Солнышко еле выглядывало из облаков. Но все равно все тело жжет. Зато я получила загар. Я надеюсь, что кожа сладить не будет. Меня в комментариях спрашивали. У вас, наверное, популярны девушки. Светленькие. Ну, то есть, имеется в виду, кожа светлая. Я считаюсь прям белая, да? Ну, кожа. И вот сколько себя не знаю, и в универе, и всегда, когда я надеваю шортики, там, не знаю, юбочки. Все подруги, знакомые, все всегда говорят, Господи, какие у тебя белые ноги, сходи в солярий. И даже в последнее время у меня был какой-то комплекс. Раньше мне это нравилось. Но в последнее время я начала замечать в городе девчонок, знаете, таких шоколадных, копченых. Я понимаю, что они смотрятся гораздо удачнее, чем я. Конечно, о вкусах не спорят. То есть, возможно, кому-то нравятся белые, кому-то нравятся загорелые. Но большинству все-таки нравятся черненькие. Девушки вовсю пытаются покупать автозагары, там еще что-то. Популярностью пользуются загорелые. Хотя, вы знаете, когда мне было лет 13, безумно было модно быть загорелой. И прошло время. Многое в моде поменялось, так скажем. Но до сих пор девушки стремятся быть загорелыми. У меня с этим вообще большая проблема. Мне очень сложно загореть. Очень сложно. Хочется равномерный загар. Вот на следующих выходных еще в аквапарк поеду. Но уже я с собой возьму эспе в крем. И у меня, знаете, так получилось. Я заснула на лежанке. Полтора часа в одном положении просто я загорала, получается. И у меня вот эта часть черная, а сзади я везде белая. Как сосиску пожарили на сковородке только с одной стороны. Сзади я белая. Я хочу на следующих выходных пойти в аквапарк. И подогорать сзади. Вообще я немножко уже загорела. Как красиво смотрится. Вот эти недостатки на ногах, они сразу исчезают. Такое ощущение, что у вас идеальные ножки. Хорошо, что у меня как раз есть разные купальники. Видите, у меня даже нос немножко загорел. Он прям блестит. Как вкусно. Что меня еще удивило в деревне? Удивило прям не то слово. Это животное. В частности, кошечки. То есть, ты даешь просто обычный хлеб, кошка кушает. Ты даешь яшинку, кошка кушает. И одно дело, в деревне уже кошки голодают, их не кормят. Поэтому они вынуждены есть все, что попало. Котенок в рост идет. И все кошки очень хорошо кушают. Без вот этих вот капризов. Мне все писали в комментариях, купи для Твиксика нормальный корм, дорогой, роял. Я купила, он вообще его не ест. Одно время он очень хорошо кушал жидкий корм. Сейчас его тоже я ему наливаю. Он облизывает все это. И все, кусочки мяса оставляет. Даю яшинку, например, которую я сама кушаю, так понюхает, пройдет. Даю колбаску, понюхает, пройдет. Ему подавай мясо свежее и обязательно мякоть. Если ты ему даешь жир, он не ест. Это, знаете, как с ребенком. Когда он капризничает, например, что-то не кушает, у меня прям сердце разрывается, что сегодня Твиксик ничего не поел. Я ему начинаю предлагать разные вариации. Я, если честно, раньше думала, что кошки яичницу, например, не едят. Просто хлеб не едят. А сейчас в деревне увидела, кошки едят абсолютно все. Абсолютно все, что им дают. И не потому, что они умирают с голода, а просто едят. Напишите, пожалуйста. Недавно я к врачу водила. Врач сказал, что просто жарко и так далее. У кота нет никаких отклонений. Дело не в том, что у Твикса нет аппетита. Дело в том, что то, что мы ему даем, ему не нравится. Например, оливки. Может, не знаю, 20 оливок съесть. Креветки с удовольствием ест, мякоть кушает. Короче, не знаю, что с ним делать. Чем дальше, тем дороже вещи он хочет. Маловато я взяла, 8 штук. В следующий раз, когда буду брать котенка, а я возьму из деревни. Хотя у меня такое ощущение, что как только я его привезу в город, он нам наклеит. Потому что у нас даже бездомные кошечки тоже капризные. Сухой корм им даешь, они не кушают. То есть, рядом с супермаркетом там ты можешь увидеть котенка. Насыпаешь сухой корм. Ест баин. Кто знает, как заставить своего кота кушать все, что угодно. Честно, было маловато, но я поела, было очень вкусно. Ссылку на рецепт обязательно вам оставлю и обязательно на грузинский хенгаль. Там просто идеальное тесто. Обязательно приготовьте, уверена, что вам понравится. На этом все. Всех люблю. Постараюсь почаще снимать для вас мукбанки, но влоги будут выходить. Всем пока!